Это вот Святой Екатерины храм, долго, несколько часов кружили по городу Риму, тут паломников наверное миллион каждый день, а вот подальше прямо здесь же вот мы стоим, это посольство русское, говорят здесь, и вот храм Петра и Павла, католический центр Ватикана, Ну время-то позднее, уже почти темняется, так что мы ничего не успеваем, только как-то бы переночевать, главное при ночевке это туалет, даже не вода, воды у нас хватает, ну тут как будто акустики есть, и можно по-легкому где-то сходить, вода вон она, вода, вода, ну вот, тем более, вода течет, я даже не видал где-то, у нас мы привезли книги сюда, хотим подарить, но никого нету, И хотим папе Франциску Ленидикту подарить книги и Ватиканскую библиотеку полный комплект, если это возможно будет, кто они тут такие люди, это приезжие ли вы, итальянки ходят, вылыбаются, видишь какая собачка у нее, у нас тоже собачка есть, я смотрю на них, они как русские эти, итальянки и все, только говорят не по-русски, Такие же обличия, вон самолет летит, вон, хотим поближе сейчас еще сходить, пока, завтра пробиться как-то, пойдем на этом все Ватикан, это одна из остановок у нас, где мы думали, войти в общение и сделать подарки, показать, что мы не враждебные Доброе отношение с Ватиканом у президентов у наших были, у наших имею ввиду, у русских, они, и Горбачев приходил с папой встречался, так что заручиться молитвой, это нам большая была бы помощь, и они бы увидели, что русские люди, люди мирные, вот с этими дарами мы желаем подойти к папе, но что только завтра, как Господь будет оставить, добрый день, итальянцы. Да, храни Господь, что мы можем сказать, все забито машинами, негде не остановиться, не притулиться, да и деревенскую жизнь, а ради можно как-то по-другому менять на что-то, вот они пришли смотрят тоже, ну что-то внешнее, да, внешне много тут, разные арочки все сделано, а что внутреннее, это человек должен постигать не в один день, вот видимо кореянки идут, может быть китаянки, там были они, ехали с нами на пароме, думают, видимо, тоже показать, вот так, ну слава Христу, что у нас есть, сходить еще охоту, благословен Господь, я посмотрю воду там попить, ортодокс, ортодокс. Ну и как водится, хорошая? Вода хорошая, вода холодная. Видите, как? Подумали мы, вчера только мы были в Афинах, переплыли море, быстро наш паром шел, паром это громадный корабль, 200 метров длиной, и там у нас было интересно, с собачкой, собаку сказали, можно брать с собой, куда с собой-то непонятно, ну, говорили клетка какая-то сажать, ничего этого нет, но мы оставили брата Николая в этой машине, а сами решили сходить наверх, на палубу подняться, так, когда на палубу поднялись, сфотографировались, мы решили вернуться назад, и я спросил там, собаку-то можно тут завести, там нет, нельзя, только где-то там внизу, мы сунулись, а туда эскалатор поднимал, ничего нет, возможности зайти нет никакой, мы отрезаны оказались, ну, мы помыкались, поднялись на третью палубу, а там показано лифт, мы решили через лифт, в лифт зашли, он нас закрыл лифт, мы оказались в ящике, полностью отрезаны, нам до того смешно, кнопки на разные нажимаем, пищит, никуда не едет, ничего нету, вот это мы в командировке, но сразу думаешь, а как Николай там, и собаку водить, ну, все-таки, как-то открылось, пошли, и там оказался человек, который сидит за прилавком, когда машину стали ставить, уже на корабль, то оказалось, там руководят, подошли, рукой померили, больше двух метров, платить надо, сколько евро, 50, наверное, слопали они с нас, 46, 46, 46, и они про нас еще не знали, а потом я к прилавку подошел, она мне называет, сеньор Лапкин, и дает мне деньги, это остаток денег, там, 4 рубля, это за то, что она... 4 евро? Евро, евро, ну, повыше маленько, за это берут, она никакой роли нигде не играет, что выше-ниже-то, ну, денег надо им, пришлось ей это отдать, 50, если в среднем взять, умножить на 50, это 2,5 тысячи отдали, да? 2,5 тысячи, за сантиметр, за каждый, выше, там, 2 метров-то сколько-то где-то, ну, ладно, это так, один раз меня решили собаку сводить, а потом она 16 часов, собака сидела там, и сколько я не просился выгуливать, они тут-то было, меня не запустили даже, не выпустили, но оказалось, собака не напачкала, ничего, все нормально, там вода хорошая, Николай, какие холодные, Слушай, собачка прошлась, и вот мы там, там, поели свое все, трое Николая взяли, там нельзя, как бы в машине было закрыто все, забрали все ценности свои, ну, и там зал кино смотрят, где можно спать, оно, 3 сиденья, и как бы диван получается, и там мы ночевали, а собака одна, я заботюсь, как она там, она привязана, мне сказал Николай, говорит, на длинный поводок, На длинном поводке-то он там, диван, это сказать, сиденья, все может взорвать, ну, утром пришли, я думаю, если только он уже и сдох, ну, выехать где-то, похоронить, а он никаких еще и за хвостом гоняется, опять поблагодарили Бога, съехали вниз, дорогой встретили двух священников, один из Воронежа, отец Иоанн, а другой из Краснодара, отец Анатолий, молодой, а этот более пожилой, мы хорошую беседу провели, хорошую, долго беседовали, брат Виктор записал, Это в дороге у нас идет, визитки, тут подошли их прихожане, они паломничают в баре, в баре мощи святителя Мерликийского Николы, и вот побеседовали, ну, обо всем, тут Анатолий все воспринял, а этот, все так, это оправдывает грех, грех оправдывает, канона, а не нельзя так, помаленько надо, Отец Иоанн, да? Отец Иоанн. Иоанн, какой-то где-то на окраине Воронежа, его надо найти, я сказал, дал телефон Сергея Козлова, парализованного иконописца, что познакомился, Сергей-то в дружбу войдет с ним, он знает, что сказать, он прозрительный и духовный человек, А батюшка все оправдывает и оправдывает, и вот приходит, и они любят слово прелесть, я посмотрел, батюшка в глубокой прелести, все он знает, женщина пришла, она всю жизнь блудила, но я знаю, Бог ее простил, они прям как один, где они отучились? Откуда ты знаешь ее? Она говорит-то, и откуда ты знаешь, что Бог ее простил, когда она приползла, говорит, а она, будучи крещеная, все это творила-то, Они канонов боятся, прости, Господи, есть выражение такое, черт ладана, попы боятся канонов, да если я по канонам, да никого не будет, то есть ему есть нечего будет, Он просто как пугало будет стоять и все, поэтому выискивают разные слова, я говорю, твое дело применить каноны, а остальное Бог сделает, уйдет она, не уйдет. Ну так, несколько раз мы цеплялись крепко, в доказательстве ни одного местописания, ни канона, ни святых отцов, ему как будто это и не надо совсем. А молодой потом познакомились, вот, из Краснодара, Анатолий, тот внимательно слушал, спрашивал, как у вас оглашение проходит, как принимаете, как десятина, мне очень понравилось, это разговор очень серьезный, вот, это благословен Господь. И это все было в дороге, да еще в дороге, там еще раз снимали, там с корейцем встретились, так уж Господь устроил все. Если все у нас закрыто здесь, можем сходить маленько туда, ладно. Ну, видишь, приходят, тащат, не пойму, ребенка тащат или что. Вот мы находимся здесь, святая Екатерина, помоги нам, мы надеемся на нее, на Господа Бога. А уж святая, должна бы помочь нам, говорят, это посольство здесь, ну и что? Это посольская территория. Территория, посольская территория. Женщина сказала, что нельзя здесь по-итальянски. Нам главное, даже, главное, главное, вот, попасть в Ватикан. Подарить нельзя, нам можно. Как Господь благословит? По-русски, говорите по-русски. Говорим. Сибириан, Сибириан, Барба, Афредо. Наш, Jesus Christ. Барба, сказали, что не было, как в Нью-Йорке. Новосибирск. Сибири, Алтай. Новосибирск, были там Новосибирск. Сити, Барнаул. Рядом, рядом. Алтай, Алтай. Ватикан рядом? Ватикан. Петра и Паула. Сибириану. Санта Катарина. Я даю 38 книг. Папа Жив. Мои книги. Мои книги. Мои книги. Мои книги. До сих пор. Ответ. Ответ. Я хочу туда посетить Сибирию для пищи салмонов. Мне нравится пища. Мне нравится пища на юнисей. Знаешь юнисей? Юнисей? Юнисей, юнисей, юнисей. Не, не, не. В Сибирии, юнисей, юнисей. В Сибирии, юнисей. Юнисей, юнисей. Юнисей, юнисей. Я пойду на юнисей. Рыбачил на юнисей. Рыбачил на юнисей. Жена говорит, что ты из России. Маленько пройти или не надо никуда ходить. Это ничего не даст нам. Это разные люди подходят. Я думаю, что сейчас пойти, там вообще ничего не закрыто. Надо просто успокоиться сейчас. Надо поужинать. Я уже не хочу лягу спать. На точный желудок, то меня меньше будет тянуть в отхожее место. Рим. Расскажите, где находитесь? Тут сутками ходили фотограферы. Это как один музей. Огромный город-музей. Вот мы ночью встали. Ну, кого ночью-то сколько? Я часа три уже тут хожу. Прошли вот внизу здесь. Посмотри, какая высота. Там канал. Вон туда мы с ним ушли. Там ступени, я посчитал, 75 ступеней по 20 сантиметров высотой. Это река Тибр. Да. Мосты и мосты. Тут снимать нечего. Тут огромный музей. Тут год ходи и год снимать будешь. Всякие разные статуи, фигуры. Ну, если историю маленько знаешь, то поймешь, что это означает. Ясное дело, что тут разные Аристотели, Сократы. Вот они, памятники, где стоят. Это сегодня у нас такое число. Наверное, уже 13 мая. Да. 13 мая 2014 года. 13 июня. Июня, июня. Что это будет? Вот. Много чая. Вот посмотрели, там он торгует в Негороде. Я подошел, спросил, да, на туалет? Нет, нигде. У нас было одно время ребятишки, один, два пацанинка, залезли. Там с овощиной, внизу, везде отправился. Я вспомнил, вот тут большие баки, мусор. Если втроем быть, вокруг бака. Ну, мусор, выбирают там объекты. То можно залезть и никто и не узнать, где ты был. Самое невыносимое, что нет туалета. Вот об этом Солженицын в архитекологии Гулах подробно все я описывал. А вот здесь мы ночевали. Палатку поставили в самом центре Рима. В Вавилону. И вон машины там стоят. На парковке. Дворец Кассационный суд. Вон написано. Порт де Кассацион. Ну, видимо, тут арестователи разные. Платоны сидят, которые боролись за справедливость. Вавилон. Вавилон. Как его называют Святые Отцы Откровения. 17-18 глава. Второй пал. Точно так же в 1543 году. Это Константинополь, Стамбул. Пароль Третьего Рима претендует Москва. Третий Рим. Такая же будет участь, как Епифадий Славинецкий говорит. А четвертому Риму не быть. Вот сейчас мы готовимся с книгами. Ватикан. Пойдем пешком, проезда нет. Мы вчера приготовились было спать. Уже все разложили. Нашли храм Святой Екатерины, Московского Патриархата. Ну и там место есть. Притулились. Рядом просто негде. И вдруг сообщили о нас, что мы там есть. Нас не запустили, разговаривать не стали. И сообщили настоятелю. Он приехал еще со священником. Он представитель консульства. Земля это принадлежит посольству. Думаю, земли это в стороне совсем были. И оттуда нас выдворили. В десять часов тьма была. Но, слава Богу, впереди проехал один. И указал, где остановиться. Вот это место. Не знаем, тут берут они за это деньги. Но мы ночевали, ничего нет. Вот мы находимся сейчас на площади перед собором Петра. В Ватикане. Город Рим. Уже, наверное, полчаса мы идем. Мы находимся вокруг. Карабинер показал, где тот отдел, который нас примет. Я желаю подарить папе Франциску и папе Венедикту в нашей книге «Новый завет» и «Для слова Божия нет уст». Это те, которые видели в библиотеке и показывали у Путина Владимира Владимировича. Вот это очень важные материалы. Если бы о нас кто-то тут знал, заранее подготовили, то бы мы поехали где-то ближе на машине. Машины видно, он рядом где-то идут. И могли бы тогда все книги им дать. Ну, мы с этими-то идем и не знаем где. Мы уже, наверное, десяток мест прошли и друг другу передают нас. Сейчас вот еще надо вокруг обойти, что будет. Посмотрите, вот сколько здесь всего. Видимо, там балкон, с которого папа выступает перед паствой, когда люди приходят, ну, при избрании виды здесь. Это вот мы как раз тут и находимся сегодня. Сегодня 13 июня 2014 года. Сегодня что, нас пятница? Да. Пятница. Ну, вот первое подсказало, куда идти – это монахиня. Ночевали мы прямо рядом здесь. Были около церкви Святой Екатерины. Ну, приехал настоятель. Нас, считай, среди ночи оттуда вытурили. Ну, ладно, хоть указали, где можно остановиться. Проехала вперед машина из консульства. Вот. По-другому теперь, видимо, нельзя. Вот, папа, вокруг покажи, сколько статуй. Что из этого имели апостолы? Или хоть какая-то ссылка на это есть в Святой Библии. Ничего этого нет. Это новая религия. Религия, имеющая свою огромную нишу в государственном устройстве. Притом, какое устройство? Кто его устрояет? Устроители мира. Дух мира всего всего. Не пройти, не подойти, даже передать. И вот мы сколько ходим, потеем их. Ну, уж как Бог даст. Да, что мы для этого и приехали. Чтобы своими глазами увидеть, сказать, подарить. Пожалуйста, это наши книги. Пойдем на той стороне тогда. Вокруг покажи. Тут все загородки разные. Везде карабинеры стоят. Особая такая форма у них. Ну, древняя какая-то, видимо. Средневековая. Да. Вот. И тут всякие разные нации идут. Ну, столпотворение. Вавилон. Вавилон. Вот. И говорить о Христе кому-то, да тут и не нуждается. Мы были в Греции. В Греции. Это православная страна считается. Ничего там православного нет. Люди мира всего. Как они одеты. Даже крестов некоторых нет. Все это разделяется. Старостильные. Там шесть уже разных течений. А кто разделяет и властвует? Доказывает, что надо. Это православные. А это мы среди католиков. Пришли. Вот и пока не можем еще найти. Везде все сделано, охраняет. По-другому, я повторяю, видимо, нельзя. Потому что были покушения на Папу. Мы признаем благодатность католической церкви. Меня за это треплют. У них есть рукоположение от апостола Петра. Это все. Это самое главное. Сейчас мы пойдем. Где тут что есть. Говорят, показали за этим. Вот какая брусчатка. Посмотри. Ей может не одна сотня лет уже. Прошли мимо русского посольства. Фотографии там сделали. Русский флаг. И на нем какая-то фигура изображенная. Нельзя делать. Российский флаг трех колорды. Он никому не принадлежит. Это божественный флаг. Это кровавая земля. Помышление о небе. Белый престол. Таких флагов нету. Люди никак понять не могут. Лепят свои какие-то знаки на него. У меня сердце на проповедь настраивается, когда вижу российский флаг. Он вневременный, вне конфессиональный, вне религиозный. Он дан на все века. Ну что, где-то заходить надо, искать. Сейчас зайдем. Постучим-то где-то. Бо-бо-хо. Ничего не знаю. Вон монашка вышла. О, тут проще будет дело. Давай-ка сюда. Давай. О, какие ступени. Сегодня там вниз спускался. Течет где река Тибр. Ну, ночью пока, братья, отдыхают. 75 ступеней по 20 сантиметров. Высота такая. Ну и все, видите. Но таких высотных зданий я что-то и не видел. Больше шести этажей. Вот что-то. Александр. Это, видимо, Алекс это. Улица какая-то название. Вот сюда пройти или куда. Даже не знаю, куда пойти. Там на сквере. Давай-ка зайдем сюда. Все, пока. Русской национальной библиотеки. Да. Передача книг. Мы красили ее. Принт. Видите-ка. Все понятно. Все объяснено. Так, я сейчас бумажку дам одну. Спасибо. Так, подождите. Вот это найди. Хотел на него. Какое отличие ступит. Л embав credible. У них я Planning и призываю. Это человек. Я ищет тебя. Ах joх mesma. Уход дал, чей-то, Вchlан게 же? Скорая, где-то уже есть кое-что. Верно. Это моя жена. Аааа, что ее имя? Надежда. 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 Я не могу еще написать. И печать поставить, что я отдал. А я шоу. Так подождите, сейчас я вам дам еще одну. А здесь букк для вас. Тринадцатая. Тринадцатая. Вот так вот расписать и вот здесь ее расписать. И вот здесь писать. Алисандра, Мариани. Я хочу иметь бельтимбро. Юлия, я еду в Москве. В Москве? В июле, в июле. Я думал, Юля, держи-ка. Вот как. Это вам. Это для вас. Спасибо. Так. Вот здесь, пожалуйста. Вот. Вот журнал. Да, да. Вот. Здесь одна статья. Статья. О нас. Сейчас. Вот. Это Ауа. Здесь. Здесь. Я с пиджином. Аааа. Вот. Это мой брат. Фадзе. Пристав. Это, ну, ксенс. Это бешоп. Угу. Видите как. Хос. Угу. Я хотела бы в Сибирь. В Сибирь. В Сибирь. В Барнаум. Я думаю, что это интересно. 10 тысяч километров ехали и ехали. Ага. 10 тысяч километров даже больше проехали. в order. Угу. Дальше. Отпадали. Франц disc и Венедикта. Угу. 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 I will bless you for all time. 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 Austria, Vienna, Austria, Serbia, Bulgaria, Bukharest. I will remove it. This is the patriarchy. Thank you for all time. Good trip to Barcelona. And God bless you. God bless you too. We are going to Spain, Madrid, Lisbon, Paris, Switzerland, Bern, Scandinavia, Finland, Switzerland, Siberia, Europe, and Lituania. And then we will return to Siberia. We have already 444 points. How long have we left? How long have you arrived? How long have you arrived? By your hand, Siberia. A car on your left. Ah! When? When? Tomorrow. Yesterday, Easter. Aster, Ester. We were in Afin. Afin. Grecia, Afin. They came out from the car. Когда вы приехали? Когда вы приехали? Вчера, вчера. Вчера, двенадцать. И когда вы едете домой? Нет, нет, нет. В Барнаул? Нет. Дом? Домой. Через два месяца. Два с половиной месяца. Это 80 дней. 80 дней. 80 дней. Восемь-танадцать. Мы едем, едем, и дарим, и дарим, и дарим. Мом-виаджо. И имейм, our Jesus Christ Savior. Мы любим our Jesus Christ. И без католиков, френшип. Без католиков, хорошее отношение. Вот так. У них по двое имени, Санта-Мария. Мы познакомились с моим мужем в ортодокской церкви, которая называется Санта-Мария в Козмедине. Она находится в центре Рома. Санта-Мария. Церковь и Святая Мария. Это она называет. Так, ну пошли. Церковь.